Снова здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, Алексей. Вы смотрите YouTube-канал Paradigm, и мы продолжаем играть в Stellaris. Именно так. И хочу вас сразу же обрадовать. Эта серия, или же две серии, ну, там, посмотрим. Они будут... Она будет последней. И... То есть, в этой серии всё решится. Мы победим. Я уже видел, как выглядит победа в Stellaris. Но, в общем-то, давайте же посмотрим, что мы будем делать, и как мы это будем делать. А именно, мы, типа, объявляем войну. У них уже три планеты осталось. Это мы помним, насколько я помню. И, короче, их освобождаем, эти планеты. Это я вам, типа, напоминаю, что... Что надо нам сделать в этот раз. И давайте же перенесёмся в будущее. Снова здравствуйте. И, как вы видите, да... Мы тут воюем. Именно так. И я не помню, что тут происходит. А, точно! Да, мы воюем, но мне выпал прыжковый двигатель. Именно так. То есть, прыжковый двигатель... Это опасная технология, которая приводит иногда к одному из трёх кризисов в игре. То есть, там анбидены вторгаются. И, в общем-то, вот. Использование мощности 30, стоимость 30 минералов. Прыжковый двигатель делает разрывы размером с корабль в самой ткани реальности, обеспечивая почти мгновенное перемещение между системами. Природа пространства, через которое корабль при этом перемещается, всё ещё плохо изучена. Ну, в общем, из другого измерения могут вторгнуться призрачные корабли, если мы его выучим. Ну, так как у нас уже, типа, притарианы вторглись, во-первых, меньше шанса, что они вторгнутся, эти анбидены. А, во-вторых, то есть, вообще, я... Для меня они не представляют опасности. То есть, со своим лимитом 729 я их порву просто выебу в жопу нафиг. Ну, и давайте же перенесёмся опять в будущее. Снова здравствуйте. Я включил запись, чтобы показать вам, что мы победили. И, в общем-то, их фракция прекратила своё существование. Вместо этого появилась фракция другая, у которой этики, то есть, похожие на наши. Прикол в чём? Что, как бы, ту фракцию вассалить нет смысла. Даже если три планеты там осталось и так далее. Просто потому, что у неё этики другие. То есть, она с нами всё равно не уживётся. Лучше создать новую абсолютно фракцию, то есть, освободить планеты. И чтобы этики самой фракции были соответствовали нашим. В таком случае, тут, как бы, столица находится, их фракции. И они, так как, то есть, рядом со столицей, они преобразовывают все попы в свои этики. То есть, а так как их этики, это наши этики, то в итоге получается, что они уже интегрируются к нам. В наши условия жизни. И так далее, и тому подобное. Ну и давайте же перенесёмся опять в будущее. Да, в этом отрезке я хочу сказать, прежде чем, в общем-то, я начну уже вам показывать то, что я хотел. Я хочу сказать, что мы в перерыве между прошлым отрезком и этим, короче, преобразили одну расу. И, в общем-то, как его, просветили тоже одну расу. И прикол заключается в том, что это произошло вне видео, и я не буду вам показывать. Не потому, что я не могу, я могу вам показать. Но это займёт время. А я снял другой ролик, гайд по преображению, в общем-то, просвещению и генетике. Вот в том гайде вы увидите этот отрезок. И я там всё подробно расскажу о генетике, о преображении и просвещении. Или уже рассказал, если вы уже увидели этот гайд. Ну и... да. Мы сейчас, по идее, должны с кем-то воевать. Скорее всего, с этими парнями. Запросить вступление в альянс. А, я уже объявил войну, точно. Точно. Я уже объявил войну вот этим вот двоим. Вот всё, что я хотел вам рассказать. Ну и давайте же перенесёмся опять в будущее. Снова здравствуйте, дорогие зрители. И... да. Конец войны. Я хотел вам показать, как происходит у нас конец войны. Вот. Опять. То есть... Я оккупировал практически все их планеты. Ну, половину уж точно оккупировал. И при этом, то есть... Мне отдадут какие-то там пять планет. Или за вассалю я одного из них. Ну, хотя вассалить в данном случае выгоднее. Потом лучше их расчленить. Чем, в общем-то... Откусывать от них по пять планет. Вот такие вот дела. Ну и давайте же перенесёмся в будущее. Снова здравствуйте. И вот победа. Ура! Эта война закончилась. Мы признаём своё поражение. Да-да. Поражение. Вся фигня. И... Сейчас тут... Как вы видите. Во-первых. Вот этот парень. Он у меня подданный теперь. У нас такие условия были. И вот этот вот чувак. Он, короче, появился в принципе. То есть, как вы видите. Домана Интерстеллар. Что-то. Причём тут осьминожки. Дело в том, что я захватил одну планету осьминожек. Вот здесь вот где-то. И вот этот вот Бир. И давно причём её захватил. Но оказалось, что на самом-то деле осьминожки здесь тоже жили. Но потом их захватили вот эти вот чуваки. А я их освободил. И в итоге тут получается такое вассальное моё государство из этих осьминожек состоит. Что очень даже неплохо. Ну и давайте же перенесёмся опять в будущее. Снова здравствуйте. И что я хотел вам рассказать. Я хотел вам рассказать о том, что эти осьминожки, они также оказались отсталыми по технологиям. Не знаю почему, но хотя... Ну и по размерам они маленькие. И следовательно я их могу взять в протекторат. Если у вас возможность есть кого-то взять в протекторат, то обязательно это делайте, берите и так далее. И я вот подумал, а что если мне расчленять вражеские империи по одной планете, и в общем-то эти планеты брать под протектораты насильно. Это было бы очень интересно. Потому что понимаете, то есть протекторат даёт влияние. Влияние даёт нам возможность строить всякие ништяки. И как бы... А планеты сами нам не выгодно себе брать. Следовательно, сначала мы освобождаем планеты и делаем государства, которые похожи на нас. Потом мы, короче, на них опять нападаем и расчленяем ещё на кусочки. То есть сначала пять планет отделяем, потом эти пять разделяем ещё на сколько-то. Но это такой вот способ фармить эти... Фармить протектораты что ли. Но правда флоты их будут нам мешать, хотя они не будут двигаться, эти флоты. Не знаю, в общем, как-то это странно. Ну и здесь на нас опять притарианцы напали, но я с ними, естественно, разобрался в будущем. Да-да. И давайте же перенесёмся опять в будущее. Снова здравствуйте. И да, мы уже успели не только объявить новую войну, но ещё и выиграть её. Именно так. И эта война, она нам принесла несколько, насколько я помню, планет разных. Вот эти или не вот эти? Нет, эти уже поданы. Значит, где-то здесь. Здесь или не было у нас здесь планет? Или чё? Чё почём? Так, ну вот эти у нас уже поданы, в общем-то. Как вы видите. То есть, они стали нашим поданным, и скорее всего вот эти ж новые, или нет, это не новые, это старые, я помню. Вроде бы. Просто я помню, что я планеты вроде бы брал где-то. А, вот. Или нет. Или нет. В общем, неважно. Где-то теперь у нас появился... А, нет, не вот эти. Вот это вот, да. Вот эти вот две планеты, да, именно они, мы, в общем-то, их себе заказали, и, собственно, мы их также получили. Теперь мы этих грибов можем себе в протекторат взять, ну, не в протекторат, а в вассалитет. Как вы видите, несмотря на то, что здесь две планеты, но они не настолько отсталые, чтобы, типа, их взять в протекторат можно было. Ну, и давайте же перенесёмся опять в будущее. И снова здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Парадигм. И что я хочу вам сказать. Я хочу вам сказать, что дивергенция этик, то есть изменение этик, это очень интересная и прикольная штука. Дело в том, что вы посмотрите, что у нас здесь. Эта планета у нас производит 200. То есть планета размером... Ой, нет, это Олимпия, это не то. Хотя, да, Олимпия, всё правильно. В общем, она производит больше, чем раньше науки. Почему? Да потому, что кого бы мы ни выбрали, у них у всех есть материализм теперь. Но его раньше не было. То есть, ну, здесь ещё осталось, даже вот этот ксенофобом, как был таким, он и остался. Но, как вы видите, практически у всех есть материализм. Почему это получилось? Да потому, что здесь смена принципов минус 4.03. Причём, такая смена принципов у них довольно давно. И прикол также заключается в том... В том... Почему это? Да потому, что у меня отрицательная дивергенция этих довольно долго происходила. Благодаря орбитальному лазеру. Стройте такие лазеры, всем советую. Как это ни странно, но это очень хорошая штука. То есть, по контролю за разумом. Помогает, если ваша раса направлена на получение тех бонусов, которые у неё изначально. То есть, если вы рассчитываете на бонусы от этих, то тогда, собственно, эти лазеры это то, что вам нужно. Must help. И это ещё один повод биологию учить в первую очередь. То есть, социологические исследования самые важные. Ну и давайте же перенесёмся опять в будущее. Снова здравствуйте. И что я вам хочу показать? А хочу я вам показать, что я, в общем-то, ассимилировал, забрал себе очередной кусок какой-то империи. Вот, как вы видите, с вот этими вот чувачками. У них тут даже памятник к чистоте. Ну пусть будет, в принципе. Также нам плюс один и ещё влияние. Смотрите, у нас девятнадцать влияния. Ну, это потому, что я до сих пор играю на 1.03. Хотя уже вышел 1.1. Но я, если честно... Если б не их... Некоторые всё-таки очень важные. Те, которые, в общем-то, без которых нельзя обойтись изменения в патче Кларк. Я бы на него вообще не переходил. Потому что патч Кларк, откровенно говоря, говно. И вообще игра говно без него. То есть и он говно, и игра без него говно. В итоге я не понимаю, как мне выбирать между этими двумя говнами. И, в общем-то, здесь несколько планет у нас. Да. Которые будут у нас иметься. И давайте же перенесёмся опять в будущее. Снова здравствуйте, дорогие зрители. Я хотел вам показать живность. Да-да. Вы думаете, я зря, короче, что ли, запирал вот этих вот чуваков, ну, которые у меня ассимилировались. А вот нифига не зря. Дело в том, что вместе с ними я специально так сделал, что у них под контролем я увидел, короче, амёбы и кристальные существа. Я не знаю, как это получается, но это, короче, бах такой, по которому там примитивные цивилизации или же всякие другие цивилизации, только главное, что не вы, собственно, получаете под контроль всякую живность подобную. И, в общем-то, эта живность переходит, как и любой другой флот, при интеграции вассала к тебе. И вот, как вы видите, у меня есть амёбы. У них, короче, регенирующая обшивка есть большая, штурмовик амёб и оружие амёб. Забавно. А оружие амёб, я так понял, выучить нельзя. Нам именно. Вот, мы можем их ими управлять. Бамс-бамс. Но у них нет сверхсветового двигателя, поэтому из этой системы мы вылететь не сможем. Спейс-организм, как вы видите. То есть, если им указать управлять, то они что-то не летят, куда нам... куда мы им говорим. Они не могут повернуться. Странно. Очень странно. Но так или иначе, как вы видите, вот такие вот дела. Также, что мы ещё получили? Ещё мы получили... Ещё одну, в общем-то... Как я и сказал, ещё живых существ. Вот. Кристаллин Энтити. И они тоже у нас есть. Мало регенирующая обшивка у них. Я вот не понял, почему у них три ячейки для систем. Это довольно странно. В ранних версиях игры, то есть, до патча 1.0.3, показывали, что у них даже двигатели есть. У этих... кристальных существ. И то здесь отображалось, и то здесь варп какой-то отображался. То есть, они при помощи варпа перемещаются. Но на самом-то деле, это, возможно, не эти. Это другие чуваки, которые летают из системы в систему. Спейс Граза, скажется, они называются. Тиянки, если по-русски. Тиянки, нафиг. Я не знаю, чего их так назвали. В общем, не важно. Так или иначе, давайте перенесёмся опять в будущее. Снова здравствуйте, мы опять воюем. И что немаловажно, у нас тут флоты схлестнулись. И да, давайте попробуем посмотреть. Хоть и с лагами. Вот вы можете понять ещё в очередной раз, почему я не показываю всю игру, все бои и так далее. Потому что она у меня жутко лагает. И мне-то самому пофигу на лаги, но как бы показывать это на ютубе, ну, вы можете посмотреть, как другие воюют. Я могу только показать, что мы типа побеждаем. Вот 10 на 12, у нас тут куча просто этих копий, плюс корветы, которые, в общем-то, уклоняются от большинства вражеских атак. О, смотрите. У грибов нет шансов. Просто нет шансов. Уже 9к, а у нас тоже 11. Кстати, они, смотрите, эти грибы, походу, выучили штурмовики или что-то вроде того, но вы поняли. То есть, они ещё и авианосцы используют. Вот дебилы. Потому что авианосцы, они голимые. Когда ты их уже убьёшь всех? Убивай. Хочу посмотреть хотя бы, чтобы 8к стало, а не 9. Давай же. Дальше. Ладно, вот посмотрите по урону. То есть, мы урона нанесли значительно больше. И точность у нас больше. И при этом уклонения у нас тоже больше. Всё, короче, больше. Ну и давайте же перенесёмся опять в будущее. Снова здравствуйте. И что я хотел вам сейчас показать? А хотел я вам показать, что разработчикам нужно оторвать яйца. Что их нужно нахрен кастрировать. Дело в том, что я в очередной раз воевал с этим альянсом. И, как вы видите, я уже набрал 140 военного счёта. Прикиньте, 140. Откуда столько, я не понимаю. Ну, в смысле того, что я не знал, что так вообще можно набрать. Но при этом, то есть, у меня все планеты захвачены, которые нужны. Уровень одобрения 100%, но победы нету. Просто я могу дальше захватывать, а победы нету и нету и нету. Возможно, это потому, что я объявлял этому чуваку войну. И я оккупировал все его планеты. Но это бах! Вы понимаете? Просто я вынужден, вынужден подписать статус-кво. Из-за того, что баги мешают играть. Вы понимаете или нет? То есть, это пиздец просто. Я не знаю. Я устал уже ругать, в общем-то, разработчиков. Но... Не знаю. Только долбаный, конченый петух может не ругать разработчиков и не говорить, что игра говно. Ну, впрочем, петухи, любители Европки, всякой Универсалис, Крусейди Деркингс. Это самая чмыреная пыдла, которая вообще есть во вселенной. Поэтому бомбите сколько угодно и ставьте дизлайки. Но мне, если честно... Там тоже я недавно посмотрел. То есть, куча вот этого вот геморроя с дипломатией. Игра превращается, короче, вот этот вот Универсалис Европа. Это, короче, там захват какой-либо расы, какого-то государства. Какого-то превращается в какое-то шаманство на несколько часов. Не знаю, как, кто, но у меня нет столько времени заниматься какими-то хитростями, какими-то там выебонами и так далее, для того, чтобы чего-то там получить. Но это не игра, понимаете? Игра это когда ты отдыхаешь, когда ты наслаждаешься. Вот как я всех победил и так далее. Ну, допустим, она на высокой сложности должна быть сложная, но именно вот физически сложно. Там, например, более тщательно подбирать там планеты для колонизации. Вот на высокой сложности должны как раз за планеты больше процентов исследований, то есть на большее количество процентов исследования должны дорожать с высоким уровнем сложности. В этой игре этого нету. При этом, то есть, получается, что нам дают абсолютно другое. То есть, нам дают нервотрепку, в принципе, изначально в игре. То есть, мы ебем себе мозг, трепем нервы, и при этом жуткая рутина происходит. То есть, чтобы там какую-нибудь Германию или еще что-то распилить, нужно там кучу ползунков подвигать и так далее, и потом заново все. И это так, блин, я видел стримера, который говорит, что он обожает эту игру, то есть, там, Европу, универсалисы, там, остальные. И он при этом говорит, ой, как я устал. И, короче, он устал. Он устал от нее, но говорит, что он ее обожает. Какого хрена? То есть, он не понимает, зачем нужны вообще игры? Да, реально, он, похоже, не понимает, зачем нужны игры. Игры нужны для того, чтобы развлекаться, это развлечение, для того, чтобы играть в них, а не для того, чтобы ебаться с ними непонятно, чем заниматься с ними. И в итоге, то есть, чтобы они тебе надоедали за пару часов. И ты потом только возвращался из-за того, что надо же доиграть, надо же там захватить мир и так далее, и тому подобное. Ну и давайте же перенесемся опять в будущее. Снова здравствуйте, и у меня в прошлый раз вылетела игра. Именно так. Игра вдруг обрадовалась и решила вылететь. Но я хочу вам сообщить о том, что здесь у нас появился новый протекторат. То есть, мы их протекторы, они ксенофобы. И, в общем-то, прикол в том, что я не уследил, они появились. И я в прошлом сейве должен был воевать за то, чтобы их присоединить к нам. И то есть, взять под протекторат, естественно, как я сказал. А эта часть, этот сейв будет посвящен тому, что я... Я солнечную систему, как вы видите, захватил. Это, то есть, Сол-2. Ну, я так понял, это Венера, это Меркурий. Да-да. То есть, здесь Юпитер. Только я не понимаю, типа она Сол называется, но есть именно Солнечная система отдельно еще. А Плутон здесь есть? Нету Плутона, ну, значит, это не Солнечная система. Не надо говорить, что Плутон не планета. Так считают только пидоры. На самом деле, Плутон еще и какая планета. А те пидорские ученые, которые говорят, что он не планета, они сами не ученые. Так, и давайте же перенесемся опять в будущее. Снова здравствуйте, и вот вам очередное доказательство того... Ну, доказательство того, насколько трудно в этой игре побеждать. А именно, как вы видите, у нас пре-победа, ну, то есть, уже победа фактически. Причем не обязательно захватывают все планеты, которые здесь указаны. Нам все равно победу дадут. Тут у нас 101 очко военного счета. И, как вы видите, сколько я всего сделал. Сколько пид прошло, сколько оккупаций и так далее. Я оккупировал все планеты здесь. Ну, почти все. Все планеты здесь. Я оккупировал здесь кучу планет, как вы видите. То есть, я тут больше половины того альянса оккупировал. Но при этом получу себе вассалы вот эти вот три планеты. И еще получу пару планет, по-моему. Или вот этих вот всех чуваков вассалы получу. А отсюда как раз, или отсюда какие-то планеты. Ну, неважно, так или иначе. Давайте же включим и посмотрим. Уже очень сильно лагает. На этом этапе. И вот нам сдаются, как вы видите. Лучший возможный результат. Вся фигня. Ну, и давайте же перенесемся опять в будущее. Снова здравствуйте, дорогие зрители. И да, эта война закончилась. И это уже новая война, которая закончилась. Как вы видите, Блэзер Пэлс Кардониан Коунсил. Я, короче, у них немножко расчленил их. А также взял у них, собственно, их вассалы взял. Так. А где тут... Я их расчленял вообще, или просто... А! Вот этих, короче, я себе в протекторат взял. Ну, потому что они были под протекторатом этих чуваков. А эти чуваки стали моими вассалами. Следовательно, протекторат моего вассала, мой протекторат, получается. Так что это можете учесть. Также. Вот они теперь наши. И тут еще появилась новая фракция, которую мы тоже завасали. Просто лучше их расчленять, как я уже говорил. Это всегда хорошо. И у нас остался только вот этот вот альянс. Из двух вот этих вот чуваков. То есть, Джакли. И вот эти вот грибы. И еще вот эта вот одна планета. То есть, это все наши единственные, кто нас отделяет от победы. Ну и давайте же перенесемся опять в будущее. Снова здравствуйте. И я вам хочу рассказать одну хитрость. А именно. Дело в том, что, как вы видите, вот этому чуваку я не могу объявить войну, потому что мы с ними недавно воевали. Вот этому чуваку я не могу объявить войну, потому что мы с ним тоже недавно воевали. И при этом они как бы в альянсе. Но у нас есть еще третий чувак в этом альянсе. А вот ему я могу объявить войну. И таким образом я могу чаще воевать, потому что чем больше чуваков в альянсе, их нет смысла вассалить, если, то есть, вы поняли. Их легче расчленять, когда много государств с маленьким количеством планет. То есть, так ты можешь им непрерывно практически войны объявлять и откусывать от них по кусочку. Ну и давайте же объявим ему войну и, короче, вот этот вот обвенни делаем своим протекторатом. Да-да, именно так. Как это ни странно, видимо, мы очень продвинутыми стали в технологическом плане. А вот этих вот я сделаю хитрость. Хитрость, смотрите, какую хитрость. То есть, мы можем его сделать тоже нашим протекторатом. Хотя, смотрите, 30 всего лишь стоит, это довольно странно. Но также мы можем освободить вот эти вот Хасплав Реалмс, которые за 45 можно освободить. Но при этом, смотрите, как эта планета называется, Кэ-Карай, Карал, Кэ-Карал. Где тут? Ищем его. И ее можно только передать. Передать. Где тут Карал, Карал, Карал. Так, 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 так. Вот. 34 стоит. Но на самом-то деле странно, что можно протекторат. Я не заметил, что можно было протекторат сделать. Я бы сделал протекторат. Но я выбрал, короче, в этой войне передать планету. Таким образом, мы избавляемся от этого, со-альянсника, того чувака. Ну, вы поняли. И также мы получаем второго чувака. То есть, мы разрываем полностью альянс. От альянса ничего не останется. Останется только одна империя. Вот эта вот, Джакли. Большая. Ну, и давайте же перенесемся в будущее. И снова здравствуйте. И тут есть соглашение АИ. Что это за соглашение? Я сначала прочитаю, а потом я вам расскажу о нем. Наша администрация не обращалась к ряду синтезаторов. Что? Представляя наше искусственно-интеллектуальное население. Они говорят о конкретных проблемах, стоящих перед роботами в посреднике. С заботами, не будучи в живых, органическими стандартами. Что за промпт? Какой же жуткий здесь перевод. Ну, это и не странно, потому что, в общем-то, для России никто переводить не будет. Там все пиратят. Ну, а если и не пиратят, то есть, все равно. Страна бедная, с долбаным Путиным и так далее. Ну, на украинский вообще не переводят. Ну, плевать. То есть, все равно низкокачественный перевод. Заботами, так, стоящих перед... Они говорят о конкретных, да, да, да. И будучи в живых, органическими стандартами, их права с учетом прихоти их создателей. Они стремятся к согласию, что права искусственного интеллекта быть частью несмываемой фундамента. Посредники управления. Блин, что это за перевод? Я не представляю, кто это переводил. Это явно Google Переводчик или промт или еще что-то. И, короче, теперь я расскажу, что это за соглашение АИ и чем грозит вам то, что вы его примете или не примете. Если вы его не примете, то как бы могут восстать роботы. А точнее, не могут, а скорее всего, они как раз будут восстание АИ и у вас будут проблемы. Если же вы его примете, то вы не сможете ограничить права больше синтетиков. Но при этом, то есть, роботы, в общем-то, не будут восставать. То есть, они будут такими же попами, как и ваши граждане. Советую, естественно, выбирать это, потому что восстание синтетиков это бесконечный и самый опасный кризис. То есть, это бесконечный кризис в том плане, что пока вы пользуетесь синтетиками, всегда есть вероятность, что они восстанут. То есть, где-то вы подавили восстание, где-то опять синтетики появились и они, собственно, восстают заново. А роботы, как бы, дают они большие преимущества и лучше им дать права все, которые вы можете. Если, конечно, вы можете дать им права. Ну, я думаю, будет здесь вариант. И, в общем-то, больше вы не сможете никогда ограничить их права. Но факт в том, что вы, наверное, помните, что у меня уже был один кризис. И это второй кризис. Второй кризис в одной катке. То есть, за одну игру может быть несколько кризисов. Вот как у меня сейчас. Но, естественно, мы этот кризис, как вы поняли, так, где тут искусственный интеллект. Как вы видите, гражданское право. Ну, оно и так стояло, как бы. Но было 5%, что все равно роботы взбунтуются. И сейчас, собственно, они бы, они как, точнее, есть и взбунтовались. Но, типа, они предложили, вот, дайте нам гражданские права, и мы тогда успокоимся. Но, естественно, теперь мы не можем, видите, это все выбрать. Потому что мы пообещали. И все, в принципе, нормально. И давайте же перенесемся, опять буду. Привет, и я хотел вам рассказать о том, что мы интегрировали очередные планеты в нашу империю. Ну, точнее, тут было несколько планет. А, нет, одна как раз, вот эта вот. Которую мы, в общем-то, просветили. Ну, не на видео, естественно. Мы ее просветили. И тут вот такие вот чуваки, пацифисты, материалисты, коллективисты живут. Как вы видите, у них планета интересная. То есть, много неочищенных участков. Поэтому мы, собственно, будем ее просто в сектор добавим. И участки эти очистятся. И это все, что я вам хотел показать. Также хочу сказать, что я не покажу вам конец этой войны. То есть, я вам... У меня сейв случайно удалился с победой. Именно в этой войне. Ну, как вы видите, у меня вот так вот все идет. Я кучу оккупировал. Здесь идет война такая. Ну, а мы не замечаем, что она идет. Так что, перенесемся опять в будущее. Снова здравствуйте. И что я вам хочу сказать. Мы интегрировали очередных чуваков. А именно, две планеты с грибами в этой системе. Помните, были такие тут грибы? Да, тут, в общем-то, вот они живут. Роботы и грибы. И, в общем-то, мы их интегрировали. Они были нашими вассалами. И, наверное, вы заметили, что уже 2400 год. У нас осталась только одна империя противник. Но мы не можем ей объявить войну. Потому что мы, в общем-то, взяли себе в прошлой войне вот этого чувака-вассалы. А вот этого чувака мы забрали при победе его планету базовую. Соответственно, нам придется ждать 10 лет. И, в общем-то, до 2400 года мы не успели завоевать. Только из-за того, что... Вот такое вот дебильное правило нафиг. Дебильное правило в этой игре. Что 10 лет перемирия после каждой войны с кем-либо должно пройти. Вот что это за дерьмо? Я не понимаю. Без этого я бы тут по всей галактике прошелся запросто. Это абсолютно нелогично и тупо. Это вообще, блин, галактика средневековая Европа нахрен. Здесь правила, которые хрен нарушишь и так далее и тому подобное. При том, что в средневековой Европе как раз эти правила не всегда работали. То, что там королевства между собой эти правила соблюдали, так это не значит, что какие-то захватчики, которые там... Наполеон и Гитлер и так далее, они, в общем-то, не соблюдали этих правил. И очень многого, кстати, добивались. А тут получается, что мы даже не можем нарушить эти правила. Это такая тупость. Вот реально, не знаю, колым в жопу этим разработчикам. И давайте же перенесемся. Опять буду. Снова здравствуйте. И что я вам хочу сказать. Это конец. Это конец. И да, то есть прикол заключается в том, прикол заключается в том, что мы наконец-то повоевали с Джакли Юнайтед Доминионс. И, как вы видите, 2405 год сейчас идет. Мы победили. И победили, как это ни странно, господством. Хотя, то есть, получается, в чем прикол? Что нам не хватало нескольких планет, как раз для того, чтобы победить господством. И оставалась одна независимая империя, для того, чтобы победить, вы поняли, чем? И, получается, мы оба этих условия выполнили одновременно. То есть, в принципе, мы могли бы заколонизировать какие-то планеты. При этом наши вассалы, мы их завассалили, они тоже считаются нашими планетами. То есть, они считаются в победе господства. Следовательно, в принципе, за всю историю галактики, все ее расы, к этому моменту, колонизировали едва ли 40% всех планет, пригодных для заселения. Следовательно, победить завоеванием можно лишь в том случае, если ты, в общем-то, гораздо раньше всех победишь. То есть, победа за воеванием – это очень сложная победа. Гораздо труднее ее получить, чем победу господства. Потому как, в общем-то, нужно победить всех до того, как они колонизируют 40% галактики. Как вы понимаете, это значит, что нужно с самого начала и до самого конца тупо воевать, воевать, и ничего, кроме этого, не делать. Я таким не занимался, именно поэтому я победил господством. Ну и на этом наша серия заканчивается. Вы больше нигде не увидите, как выглядит экран победы в Stellaris. Ну, по крайней мере, я не видел ни у кого, никто не доигрывал до конца. Это вообще просто нереально, в Stellaris доиграть до конца. Особенно на таком слабом компе, как у меня. Я там не знаю, наверное, час тупо на фоновом режиме и держал Stellaris, пока эти долбанных 5 лет пролистаются. Это просто жуть была. И, в общем-то, вот, как вы видите, сколько у нас всяких фракций. Это все мои лассалы и протектораты. Вы представьте. Это вот такое их количество поселений. То есть, ну, здесь, естественно, наши посредники, смотрите, у них поселение 910. Капец просто. Ну, вообще-то терраны, типа. Они посредники. Ну, хотя посредники, это ж название империи. Ну, неважно. То есть, биологический вид такой. Так же, в общем-то, у нас кибертоталитаризм, ксенофилия, фанатичный материализм и вот такие вот трейты у нашей базовой фракции. Ну, и на этом я с вами прощаюсь. Если ты не поставишь лайк, то ты ебаный мудак. Да, я могу материться, а вы не можете материться, ну, большинство из вас, потому что я живу в Украине и мне не страшен этот всякий комнадзор и так далее и тому подобное. Хотя, может, этот ролик заблокируют в России, потому что у вас долбаная гэбня, как это называется. Ну, и на этом я с вами прощаюсь. Да, всем пока-пока.